В начале видео хотелось бы сказать огромное спасибо новым спонсорам моего канала, спасибо, что оказываете поддержку и помогаете собрать средства для поездки к подписчикам. Всем привет! Ну что, не прошло, наверное, и более двух дней после того, как я разместил объявление на Авито о показании сварочных услуг, и мне уже поступило несколько заказов, один из которых я решил взять и показать вам. Работа довольно-таки очень интересная, поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! Так, ну и работа предстоит следующая, попросили меня отремонтировать вот такой шнек от снегоуборщика. Я тут посмотрел, оказывается, он уже, ну, кто-то переделывал, поскольку тут рез, как будто ножницами по металлу вырезали из какой-то жестянки, но видать, что эту жестянку всё гнёт и снег она собирать не хочет, поэтому попросили сделать из более толстого металла, из двухмиллиметрового листа, чем я сейчас и буду заниматься. Я уже тут начал потихонечку откручивать гайки, да, чтобы не терять время даром. И я уже тут посмотрел, кстати, вал также был обварен. В заводском исполнении он просто обварен на полуавтомате, а здесь я смотрю, кто-то уже электродом тыркал. Ну и с этой стороны тоже немножко там подварили. Видно, что сварка не ахти, конечно. Ну, видать тоже, да, домашний мастер пытался отремонтировать, но по итогу ничего не получилось, поэтому сейчас я буду её ремонтировать. В принципе, сказали, ничего такого выгибать сильно нет необходимости. Достаточно довести просто вот до этих ребер и к ним привариться. Ну и, соответственно, вывести также и с этой стороны. Сейчас, для того, чтобы мне выполнить эту работу, необходимо будет разобрать до конца, да, вымерить вот этот радиус. И из этого радиуса я уже нарежу пластинки и потом уже их буду изгибать дальше. Ну и вторая небольшая работа, наверное, всё от того же снегоуборщика, это просто приварить болтик. Ну, это, я как понимаю, он единственный, да, единственный болтик, который держит всю эту крышку. Ну, возможно, она ещё этой стороной куда-то цепляется. Ну и на болтик закручивается. Поэтому тоже небольшая работа. Но основная, конечно, проблема – это сам шнек. Ну и сейчас откручу все болтики и потом уже покажу, как буду делать дальше. Так, шнек разобрал. И теперь меня интересует только сама резинка, по которой я и сделаю шаблон. Я её сейчас приставлю к пластинке 2-миллиметровой, обрисую с двух сторон и уже по ней вырежу необходимый размер. Так, приставляю, прижимаю плотно и сейчас обрисую по контуру. Здесь как раз две хватит, да? Одну и вторую. Так, сейчас я тогда эту вырежу и по ней уже сделаю шаблоны остальные. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь после того, как все заготовки подготовлены, осталось только придать им необходимый изгиб. И для этого я прихватил тут уже старый уголочек из металлолома нашёл, вырезал в нём необходимое отверстие для того, чтобы помещалась сама заготовка. И теперь буду её постепенно изгибать, пока придам необходимую форму. И так все четыре заготовки я и подготовлю. Фух! С помощью разного рода инструментов мне всё-таки удалось придать необходимую форму нашим заготовкам. Две штуки получаются на одну сторону и две штуки получаются на вторую сторону. Теперь осталось только прихватить, подправить и можно обваривать. Итак, вот такой промежуточный результат у меня получается. Сейчас я вот эти лишние кусочки отрежу и потом уже приварю с этой стороны и обварю также с этой стороны. И будет держаться, никуда не денется. Ну и, соответственно, здесь тоже с трёх сторон отборю. Ну и всё. И будет уже шнек этот готов. Можно будет отдавать. И сварку буду производить электродами LB52U диаметром 2,6 мм. И только у меня при этом будет где-то, ну, в пределах 60 ампер, может чуть больше, чуть меньше. ДАПД, ЛБ52У КОНЕЦ 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 Как обычно, да, получается, подготовки больше, чем сварки. Подготавливаешь там час-полтора, а варишь буквально 10-15 минут. Ну, в общем, обварил со всех сторон. Всё отлично. Что здесь обварил, что здесь. И, соответственно, в трёх местах по кругу проварил. С этих сторон. В общем, обварил со всех сторон. И ещё заодно уже и проварил крышку. Ну, точнее, болтик, да, крышки. С двух сторон также обварил. Всё отлично. Можно отдавать заказчику. Ну что, работу я с вами выполнил. Всё отлично. И уже даже позвонил заказчику, что можно её забирать. И помните, я вам говорил, что для привлечения новых клиентов можно немножко подвинуться по цене. И если данную работу, в принципе, можно оценить, наверное, в пределах 2000, то я назвал цену 1600. Да, это пусть будет цена поменьше. Но зато заказчик уже сразу обрадовался и сказал, что для меня есть более крупная работа. Что это за работа, я, конечно, ещё не знаю. Но если она будет интересная, то обязательно покажу вам. Вот такой получился ролик. Надеюсь, он был для вас не только интересным, но и полезным. Посмотрели на работу со стороны, оценили, да. Ну, кстати, напишите в комментариях, как вам понравилась, либо не понравилась моя работа. Всё, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. И обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok